Всем привет! В эфире новый выпуск, точнее перевыпуск старого видео под номером 7, посвященного Нагайцам. В данном случае я решил опять же в рамках перезаписи первых выпусков сделать его более таким развернутым, масштабным, поскольку в прошлом выпуске были такие скажем так очень поверхностно прослись и весьма была информация такая противоречивая. Поэтому сейчас мы поговорим о Нагайцах, в частности прикубанских и в целом вообще Нагайцах, чтобы понять предысторию вопроса и последствия их судьбы. Итак, Нагайцы это тюркский народ, сформировавшийся в эпоху монгольского нашествия на территории Южного Урала из различных племен, народов, проживавших на той территории и пришедших вместе с монголами. Так уж случилось, что основным этносом, который проживал на той территории, были восточные кипчаки, более известные у нас как половцы, которые впоследствии тех пришедших монголов ассимилировали и поскольку они были большинством, они передали им свой язык. Поэтому тот текущий язык Нагайский, он относится к половецкому языку и никаким образом не относится к монгольским языкам. Само название Нагай, оно сформировалось на территориях обширных Северного Причерноморья, Кавказа и Крыма. И связано оно было с именем монгольского и золотоордынского, тогда еще темника Нагая, собственно, который жил в 13 веке и имел довольно серьезный авторитет, то есть темник это, по сути, как военачальник, но он настолько был, скажем так, и обладал такой властью мощной, он совершал серьезные походы, причем он действовал довольно самостоятельно, походы совершал далеко на запад, в европейскую часть, его, скажем так, признавали своим вассалами, выплачивали ему дальние территории Византии, Сербии и Болгарии. Настолько он укрепился тогда в своей власти, что даже свергал их самих ханов золотоордынских, то есть, по сути дела, серым кардиналом был в Золотой Орде. Сам его Улус, то есть его владения, растянулись тогда от Дуная до Дуона. Это одна из версий. По второй версии, вот именно имя Нагая привлек к Нагайской Орде и к Нагайцам хан Эдигей, который жил позже, через несколько веков, считается таким мифологическим отцом-основателем Нагайской Орды. Ему тогда достался в рамках Золотой Орды так называемый Мангитский юрт. И сами Нагайцы тогда называли себя Мангиты. То есть, само слово это монгольское предсторожение. Это была монгольская племия Мангаты, которая была полностью ассимилирована местными, но само название это сохранилось. И, по сути дела, вот та часть Улуса, которая принадлежала Эдигею и все народы, которые проживали в них, их стали называть Нагайцами или Мангитами просто как государственное название. То есть, понятно, что это были те же самые половцы, тюрки, туркмены и прочие народы, но как государственное название, как в России русские, да, вот всех россияне называют, а также здесь вот Нагайцы, просто такое общее, общесобирательное название всех народов, проживавших вот в рамках одного Улуса. Государственное название. Уже сами потомки Эдигея, то есть, в последующем ханы этого Улуса, они добились полной такой самостоятельности от Золотой Орды, отделились от нее, определившись вот в регионе между Волгой и Рытышом, стали строить свое такое государство с центром в городе Сарайчик на реке Урал, через который проходили основные торговые пути с запада на восток и с севера на юг. Таким образом, Нагайская Орда, это довольно большая территория самостоятельная, стала отдельно существовать в 14-15 веках. Однако вот к 16 веку, к середине 16 веку с расширением русского государства, с захватом Иваном Грозным Казанского царханства и Астраханского ханства, то есть, возникла серьезная угроза в Нагайской Орде, она в то время уже начинала подавать признаки такого внутреннего раскола, и основной Нагайский хан этой Орды, Исмаил Бей, признал себя вассалом Ивана Грозного, чтобы как бы обеспечить себе безопасность. В связи с чем произошел внутренний раскол в Орде? Дело в том, что был такой еще хан Гази-бен-Урак. Это такой потомок по ханской линии, которого в Нагайской Орде его отделили от власти, то есть, его лишили возможности управления, в результате такой династической склоки. Так получилось, что он вообще от управления был отодвинут, и всеми поколениями, и весь его род. Хотя этот род был довольно знатный. И вот они между собой на этом фоне как бы собачились там. А когда главный хан признал вассалитет России, то у них произошел открытый конфликт, поскольку вот этот отторгнутый от власти хан Гази-бен-Урак, он не был согласен с такой позицией, он не принимал того, что можно стать вассалом вообще. У русских. И на этом фоне Орда раскололась на Большую и Малую. Большие Нагаи и Малые Нагаи раскололась, но первое время они еще жили как бы совместно. То есть Малые Нагаи немного, как югу к Илокспейскому морю, откочевали по Волге на восточный берег. И они совместно проживали вот в течение вот этих нескольких десятилетий получается. Уже к 60-м годам, 10 лет после этого раскола, вот этот Улуз Гази-бека, Малые Нагаи, он настолько как бы его авторитетом возрос, что он полностью как самостоятельно выделился, как самостоятельное государство практически существовал. При этом во внешней политике он опирался, в отличие от Большой Орды, на Крымское ханство, которому в то время владело не только Крымом, но и Северным Причерноморьем и всем практически Кавказом, до самого Каспийского моря. К 70-м годам он посылает туда своих послов в Крымское ханство, которые предлагают заключить между Малыми Нагаями и Крымским ханством такой союз против России и Большой Орды. Что в общем-то имело успех, поскольку именно они участвовали в первой русско-турецкой войне, когда турецкий султан пытался совершить поход на Астрахань, чтобы ее отбить от русских и в этом ему помогали крымские ханы и собственно Малые Нагаи. Но дело в том, что крымские ханы помогали постольку поскольку для них не выгодно было, чтобы этот поход совершился, потому что они теряли самостоятельность. Тогда с другой стороны они не подчиниться тоже не могли, иначе это был бы открытый конфликт с Османской империей. Кстати примечательно, что в этом походе турки пытались прорыть Волгодонской канал. Даже набрали около 30 тысяч человек, начали рыть, но поняли, что не смогут. И их армия дезертировалась в связи с наступлением зимы, и поход этот не удался. И в будущих походах Малые Нагаи участвовали, в частности крымские походы на Москву, когда его сожгли, когда были суровые сражения, которые ставили вообще под удар в саму русскую государственность. В эти годы постепенно Нагайцы начинают переселяться во владение Крымского ханства на Кавказ. Здесь они заключают союз с кабардинским князем, с родом Пшиоков. И здесь происходит таким образом разделение у самих кабардинцев. То есть род Пшиоковых совместно с Малыми Нагая и Крымским ханством борется против рода Темрюка, князя, который являлся союзником России. У них происходили постоянные сражения на этих территориях по этому поводу. В те же годы начинается полное разрушение Большой Нагайской Орды. Сначала в 1577 году русские войска под командованием князя Серебряного брали, взяли ее столицу Сарайчик, захватили, но оставили ее как бы существовать целой. Однако буквально спустя несколько лет на Сарайчик нападают так называемые воровские казаки, то есть те, кто не подчинялись непосредственно Москве самостоятельно, и эти казаки просто ее разрушают полностью до основания. По другой версии это делают два астраханских полка стрельцов. Ну то есть сложно сказать. Все это по сути дела развалило эту государственность Нагайской Орды большой, чем не применули воспользоваться тут же все ближайшие соседи. По поводу самой ее судьбы, то есть к 17 веку примерно появляться начинают на восточных ее границах бывших уже в Калмыкии, по берегам Яйка и Волги начинают расселяться и значит они нападают на Большую Орду и устраивают в такой форме на геноцид Нагайцам, там их полностью начинают истреблять очень серьезно. Выжившие представители Большой Нагайской Орды откачевывают к Малым Нагаям, какое-то время с ними вместе кочуют. В дальнейшем либо они переподчиняются частью русскому государству, переходят под русские владения, либо вместе с Малыми Нагаями перемещаются аж на юг в предгорье Кавказа, где прячутся на территории примерно современной Чечни. Калмыкии их сюда дожимают и здесь происходят такие ключевые сражения, в которых Калмыкии проигрывают и как бы останавливается калмыцкое вторжение в эти регионы. А Нагаи таким образом оказываются на Кавказе. Калмыкии захватывают серьезную группу Нагайцев, припринятых в районе Пятигорья, Пятигорска современного. Станица Тамерлеская там сейчас находится, назывался этот темный лес или по-тюркски Карагаиш. И вот находившись в плену Нагайцев, когда уже калмыкии откачевывали обратно в Джунгарию в 1777 году, они их как бы решили освободить, скажем так, на территории уже Астраханской области, где они и поселились, и по сиденью эта группа называется Карагаше. Спустя почти век, в 1728 году, часть Нагайцев решает переселиться в Северное Причерноморье, то есть это территория современной юга Украины. В частности, назывались эти группы, четыре группы Буджаки, Десант, Джембайлук и Едишкуль. Именно они и сохранили эти премьерные названия по сей день. Здесь они принимают после переселения власть Османской империи над собой, однако не сильно особо участвуют, скажем так, в османских вот этих всех нападениях, так как скорее всего, ну скорее принимают форму такого пограничного народа, который удерживает эти владения Османской империей здесь, и придерживают, в свою очередь, Крымское ханство от полной самостоятельности. Здесь среди них выделяется такой представитель Джан Бамбет Бей, называемый один из лидеров Едисанской орды, который кочевал в междуречье Днестра и Южного Буга, и в начале русско-турецкой войны в 1669 году под его руководством все вот эти четыре племенных объединения, которые туда переселились, выражают желание перейти под подданство русского правительства и переселиться на Кубань обратно, из Северного Причерноморья. Русская правительство отправляет туда своих агентов, переговаривает с ними, вот этими Мурзами, то есть представителями аристократии Ногайской, они поддерживают этот проект переселения и в 1770 году, то есть на следующий год, они все переселяются на Кубань. То есть останавливаются они как раз на территории Кубани между Доречкой Дон и Речкой Кубань, то есть в Степаной Кубани. Через четыре года, в году Турецко-Турецкой войны, османский султан назначается новым крымским ханом Девлетгиреем, который при поддержке турецких войск в марте высаживается в Тамани для того, чтобы выбить отсюда подчинившись русским нагайцев и как бы нанести значительный урон тем укреплениям русским, которые уже есть на Кавказе. Однако вот этот лидер как раз Джан Бомбет, он начинает объединять из этих нагайцев, даже тех сомневающихся начинает очень серьезно с ними прорабатывать этот вопрос, и они как бы получается все нагайцы изъявляют твердое желание придерживаться русской власти и помогать ей в битве с турками. Тут отметить то, что в тех сражениях, которые там происходили, те, кто предпочитал отворачиваться, якобы нанаверцев бить нельзя, вот Джан Бомбет лично там чуть ли не их рубил там всех. То есть была очень жесткая установка на то, что нагайцы будут помогать России. Происходит ряд довольно серьезных сражений на этой территории Кубани, в результате которых Девлетгирея терпит довольно серьезное поражение и вынужден отступать с территории Кубани. При этом захватываются кубанские центры управления со стороны Крымского ханства, это вот крепость в Копыле с нынешней штангистом Кубани. После окончания русско-турецкой войны русские власти назначили удобного для нагайцев своего человека, который был бы и веренным. Однако через два года скончался вот этот главный представитель нагайцев Джан Мамед Бей. Его преемником стал Мурза Джаумаджи, который уже не был так предан русским властям. В то же время после русско-турецкой войны Крымское ханство стало по сути самостоятельным государством, однако формально было под влиянием серьезным протекторатом Российской империи. Формально вассальные ханству кубанские нагаи оказались фактически враждебными российской администрации и уже в 1781 году, то есть через получается пять лет, начинаются первые восстания нагайцев против российской администрации. Выступления эти трактовались также как бунты против Крыма самого. К июлю 1982 года восстание полностью охватывает и сам Крым, то есть восстание это было по сути антироссийским в связи именно с тем, что Россия формально управляла уже крымским ханством. Однако были и другие причины. Дело в том, что после окончания этой войны Екатерина II издает указ о том, что всех нагайцев необходимо выселить за Урал в Тамбовское и Саратовское наместничество. И все это естественно вызывает волну негодования среди нагайцев. Причем это касалось, приказ касался и тех, кто остался в Северном Причерноморье, и кубанских нагайцев, и даже кавказских. И если в 1982 году этот манифест имел такую форму разговоров, его никто не видел, то в 1983 году уже случилось присоединение полное Крыма к России. Фактически просто исполнилось то, что формально уже считалось таковым. И этот манифест по сути расширился тем, что он упразднял вообще государственность этих нагайцев как таковых, то есть их не признавали вообще самостоятельным народом на эти территории, и значит предписывалось переселиться туда на Урал. Все это вызвало серьезное восстание на этих территориях, которое необходимо было подавить, что и не переменули сделать. Значит Екатерина II посылает туда Суворова на Кубань для того, чтобы подавить восстание нагайцев. В августе значит Суворов приезжает на Кубань, сначала в район Ейска, где начинает собирать войска и продумывать планы подавления этих восстаний. При этом тоже с его приездом 11 августа происходит серьезное нападение около Ейска на ставку Бутырского полка, которые в важенном бою отбиваются. При этом попадают в плен мурзы, аристократы прикуманских нагайцев. Спустя получается две недели, 23 августа, нагайцы вновь пытаются предпринять попытку нападения на ставку главнокомандующего его войск в Ейском городке. Значит собирается пятитысячный отряд нагайцев, которые перерезают все коммуникации, окружают эту территорию и начинает штурм Ейского гарнизона. Комендант в крепости Лешкевич, он эту оборону держит, но как только узнаешь, что со стороны моря с Азовского подходит еще дополнительная, скажем так, помощь этим штурмующим и что осада будет круговая уже, выставляет пушки и из пушек начинает расстреливать артиллерию и активно осаждающих, что для конницы очень серьезно влечет потери. Взять иск не удается, начинается контрнаступление русских войск, их выдавливают нагайцев оттуда и они принимают решение собрать все свои силы, отойти к югу и там собравшись дать встречный удар по наступающим русским войскам. Таким образом, в течение нескольких месяцев до октября идет такое планомерное отступление пригубанских нагайцев к реке Кубань и полномерное наступление Суворова на их ряды. И 1 октября, в местечке недалеко от Услабинска, около крепости Керменчик, происходит решающее сражение. Ночью войска Суворова окружают огромный отряд нагайских войск, собравшихся у переправы и к утру совершают нападение, причем стараются действовать холодным оружием, чтобы привлечь меньше внимания сразу, то есть сделать такую ставку на внезапность. В этой битве за один день погибло, по разным расчетам, от пяти до семи тысяч нагайцев, нагайских всадников, среди которых вся аристократия практически всех этих орд, трех основных по крайней мере точно. По определенным версиям, весьма таким сомнительным, но все же имеющим место быть, всего погибло в процессе вот этой битвы и последующего отступления до 400 тысяч там насчитывают, чуть ли не женщин и детей, но по общим прикидкам скорее всего это было несколько десятков тысяч. И это в совокупности во время отступления, во время последующей их перехода к берегам Черного моря с целью отплыть в Турцию, потому что многие из них считали убежать туда, в Испанскую империю, эмигрировать. Но при этом считается вот именно у нагайцев, тот день 1 октября считается днем такого геноцида, тоже у них своя версия о том, что происходил нагайский геноцид в этой битве, и вот день траура считается, 1 октября. Выжившие либо признали власть Российской империи, сдались и подчинились ей, либо предпочли уйти в горы к Черкесам, к тем же дагестанцам, туда вот в горные районы и оттуда еще какое-то время продолжали свое сопротивление, потому что там были регионы, не подчиненные Российской империи. Спустя 10 лет, в 1793 году нагайцы Северного Кавказа входят в образованные русским государством приставства, образованные по принципу их принадлежности к определенной орде. Но эти приставства существовали лишь формально, а реально назор за ними осуществляло военное ведомство. В 1995 году Екатерина II опять издает указ о том, что дозволяется некоторым нагайцам из Кызлярской степи, так называемой в Дагестане. Нагайская степь сейчас это, переселиться в Северное Причерноморье в Таврическую область для того, чтобы как-то заселить опустевшие эти регионы. Из переселившихся перешло около 5000 нагайцев в ту степь. Однако русские купцы пишут уже в следующем году, что там довольно они развели такую грабительскую деятельность, создавали опасность для проходивших купцов. Тем не менее, они там закрепились на некоторое количество времени. Так например, в 1802 году из них сформировали два полка специальных кавалерийских в российскую армию, которые участвовали в том числе в наполеоновских войнах на территории России и в последующем ответном движении русских войск в сторону Парижа. Их начинали потихонечку переводить на оседлость, особенно в первых именно вот этих причерноморских. В 1812 году после Великой Отечественной войны с Наполеоном образуется официально уже Таврическая губерния в Новороссии, так называемая, вот на этих территориях, где они проживали. То есть они входят в состав уже самого государства российского и их начинают приводить с кочевий в оселый образ жизни. То же самое происходит и на Кавказе, в частности в Ставропольской губернии. Вновь образованные их включают нагайцев в отдельные регионы и пытаются привлечь к оседлой жизни. Что, в общем-то, встречает серьезное сопротивление среди нагайцев, привыкших жить к кочевым образом жизни. Вот это вот принуждение к оседлой жизни в сочетании с тем, что со стороны черновничества они терпели постоянные притеснения. И даже, как вот писал командующий Кавказом Роузен в будущем, что вследствие того, что законы были в принципе сформированы нормально в Российской империи, но их исполнимость была на низком уровне, что нормальные офицеры не шли в это управление, в чиновничество именно, в местное, в администрации. Считалось это неинтересным, скучным и позорным. Туда приходили люди довольно сомнительного качества, занимались своевольством, творили, что хотели. И именно вот это вот очень сильно влияло хуже, чем сама война на эти народы, в том числе и на черкесов, кстати. Все это привело к тому, что началась массовая миграция нагайцев в Турцию, в Османскую империю, исход. Все это еще усугублялось тем, что со стороны Турции, видя эту ситуацию, наоборот, подначивали только это население, особенно как нагайцы, они же были по религии мусульманами, соответственно на единоверцев больше всего влияла вот эта политика. То есть Турция рассылала своих эмиссаров, которые рассказывали вот эти постоянные истории про райскую жизнь в Турции, о том, что действительно, как только переедут, у них все будет прекрасно. Для этого своя логика была у турок, они даже издали закон 9 марта 1957 года о переселении народа в Северо-Кавказ на территорию Османской империи, в котором, значит, очень привлекательные льготы расписывались, то, что выделяться будет и жилье, и скот, и освобождение от налогов, и освобождение от службы в армии. Все это делалось для того, чтобы в Османской империи преодолеть свой внутренний кризис, связанный с тем, что у них были довольно обширные пустынные территории от Ближнего Востока, которые нужно было кем-то заселять для того, чтобы усиливать, скажем так, управление этими территориями, чтобы их не потерять элементарно. Таким образом шло вот это перманентное переселение. Турция вообще была готова принять до 300 тысяч иммигрантов. Все это усилилось в Крымскую войну. Дело в том, что в Крымскую войну нагайцы, они как бы не то, чтобы сильно участвовали, но довольно серьезно симпатизировали крымским татарам, которые сопротивлялись вместе с союзниками российской власти, поскольку на тот момент у них было уже такое довольно глубокое смешение с крымскими татарами. После войны в Крымской, после 1956 года, нагайцев российское правительство обвиняют в симпатиях к Турции. Оставшиеся в Северном Причерноморье нагайцы в связи с этим давлением предпочли либо влиться в состав крымских татар, но основная масса была депортирована в Турцию, то есть они предпочли уплыть и там была ассимилирована впоследствии турками. С 1860 по 1862 год из так называемого Мелитопольского уезда выселилось 50 тысяч нагайцев, то есть практически все население нагайское, и эмигрировало в Турцию. Что касается закубанских нагайцев, которые в Черкесии кочевали, в частности в Кабарде, они попали в ту же струю, попали что и черкесы в Кавказскую войну, то есть они предпочитали сражаться на стороне черкесов и естественно вместе с черкесскими мухаджирами вынуждены были потом выселяться в Турцию. Таким образом, к 1962 году в Кубанской области осталось не более 5000 нагайцев. В 1961 году нагайцев, которые жили между Кубанью и Лобой, их разделили на два приставства в Верхнекубанской станице Баталпашинской и Нижнекубанской с центром в Армавире. Однако это не привело к серьезным последствиям, потому что буквально через несколько лет, после массовой эмиграции в Османскую империю, пришлось их обе эти провинции упразднить. По общим сведениям, с 1958 по 1966 год переселилось с Кавказа около 70 тысяч нагайцев. Оставшиеся посмешивали с другими нагайцами, кочевавшими по всему Кавказу, то есть разные орды поперемешали между собой и распределили в Ставропольской губернии. А также небольшую часть проживала в Терской области, они и сейчас живут в Чечне. В настоящее время нагайцы проживают в основном на Северном Кавказе и в Южном Поволжье. В частности, в Дагестане, в Ставропольском крае, в Карачаево-Черкесии, Чечне и Астраханской области. От их названия происходит наименование Ногайская степь в Дагестане, где они являются одним из составляющих Дагестана основных народов, то есть ключевых. Также они проживают из потомки эмигрантов в Турции и Румынии, где восприняли они такую культурную идентичность, стали культурно ближе к туркам и румынским татарам, но помнят о своем нагайском происхождении и как бы вот эти определенные ассоциации в Турции и в Румынии они имеются. Ассоциации поддержки нагайского языка и культуры. Всем недавно в Карачаево-Черкесии было принято решение в 2006 году, был выделен отдельный нагайский район также. Потому что считается, что там они тоже один из пяти образующих республику этносов считаются. Ну и как я уже говорил, в Астраханской области живут небольшое представительство сообщества карагашей, которых остались там после исхода калмыков в основной части, а также небольшие остатки так называемых юртовцев, юртовские татары еще называют. Это остатки именно большой нагайской орды, которые там и остались проживать изначально. Такова предыстория появления распространения и трагические как бы разрушения нагайского этноса. Считается, что именно битва вот эта суворовская повлияла на дальнейшую судьбу этноса вообще нагайского, то есть сломала основные хребеты этноса и в дальнейшем он уже не был таким как бы настолько пассионарным, он не развивался уже в таких масштабах как изначально. Тем не менее, нагайцы самые активные в Дагестане, они поддерживают свою культуру, свой язык, продолжают там существовать, развиваться, имеют статус в общем-то малого народа в Российской Федерации на сегодняшний день. На этом все. Ставьте лайки, комментируйте, общайтесь, делайте перепосты. Следующий выпуск у нас будет уже посвящен наконец-то кабардинцам. Будем продолжать переснимать и старый. Всем пока.